Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online, которое очень значимое для многих игроков. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Да, ребята, я знаю, меня не было две недели, а объясню почему. На самом деле ко мне приезжали гости, поэтому снимать мне было некогда, да и в принципе обновление летнее я почему-то посчитала скучным, не особо интересным, хотя событий было много, но настроения и вдохновения не было вообще. А снимать с таким настроем идея очень плохая, поэтому я как только узнала, что сегодня у нас выходит Шайер, я решила, что я, пожалуй, две недельки отдохну, а вот про Шайеров обязательно сниму, ведь именно сегодня они вышли. И наконец-то нам обновили одну из старых лошадей второго поколения, очень значимую, это, по-моему, первый тяжик такой относительно большой. И сегодня мы с вами посмотрим, какие же красавцы нам теперь доступны. Лошадь эта продается на ферме Стива, большая часть мастей, и одна доступна с первого уровня, Форт Тимпинта. Но по очереди мы их сейчас все и посмотрим. На ферме Стивы продаются пять мастей, насколько я вижу, сейчас уже все на этих Шайерах, и я неспроста, кстати, взяла перширона, мне было интересно проверить рост. А еще, ребята, смотрите, я даже вот несмотря на то, что у меня были гости, и в игру вообще не захотелось заходить, я все-таки смогла получить своего котика, которого теперь зовут Тимоша, да. Так что, если вы увидите нам не серенького котика, знайте, с вами в видосике будет Тимоша. Так, давайте посмотрим в начале роста, ведь самое главное, что нас интересует, кто же выше? Это вот просто у меня есть друзья, которые очень интересуются этим вопросом. А выше? А выше-то кто? Ну, просто по холке у нас выше Шайер, и по крупу тоже. Видите, перширон буквально тонет в Шайере, но при этом не очень сложно понять, они двигаются. Но, но, когда перширон поднимает голову вверх, он выше. А, да, а у перширона чаще всего состояние именно вот в такой вот высоко поднятой голове, но при этом и вроде бы Шайер точно такой же. Ну, в общем, не знаю, так очень тяжело на самом деле понять, кто выше, кто ниже, но все равно это наши самые два больших коня, два гиганта. Клэдэс Даль же, по-моему, ниже этих двух красавцев. Итак, да, у нас тут показаны... Угу, здесь шесть мастей, а они тут и стоят, или что-то путаю. Раз, два, три, четыре, пять. Шестая масть, это фурпинтовская, я так понимаю. Ну, ладно, давайте смотреть. Первая масть, это наше все. Это наше все, это вороной шар. И, судя по вот этой ножке, старая масть на лошади второго поколения, я ее называла Черепушка. Я думаю, это сделали с нее. Так, уровень, по-моему, с девятого. Она доступна, репутация для этого не нужна. Сила четыре, дисциплина два, скорость ноль, выносливость один и гибкость ноль. Поэтому готовьтесь, ребята, когда вы будете качать этих коней, вам придется не сладко. Потому что, как и осталось, тяжиков качать намного труднее, чем других лошадок. Ой, ну красавцы, вороной, светло-серый. У меня в Red Dead Redemption был такой конь, жеребец, я его назвала Лука. И я даже не знаю, хочу ли я его покупать. А, да, ребята, я говорю сразу, в этом видео покупки не будет. У меня сейчас некий предел СК, который тратить нельзя. Поэтому, к сожалению, на этом аккаунте покупки Шайра не будет. И на других тоже. Потому что мне данная порода на каких-то либо персонажах не нужна. Поэтому пока что придется просто подождать и посмотреть, какие просто есть Шайры в игре. Ой, какой красивый ты! Почему нельзя приблизить? Я хочу колесиком приблизить. Такая Мося, такая Мося, такие ножки, такой хвостик, такой... У него белые реснички, у него белые реснички. Да, вот тут беленькие. Ой, Боже мой, какие ловки, я прям не могу, такая лапочка. Если честно, это единственная масть Шайра, которая мне не понравилась вообще. Потому что точно такой же масти есть Финхорсы. И поэтому я как-то не могу смириться с тем, что в данной масти есть еще и Шайры. И мне вообще кажется, что в этой масти он больше как-то на русского тяжика какого-то похожа. О, есть вот эта гнидая красота. Вы посмотрите, он одновременно, можно сказать, и пеги, и розовые носики. Розовые носики, это всего эта слабость. Так, и вот эта вот краса моя любимая. Мне кажется, когда у меня накопится достаточное количество СК, и я буду покупать себе Шайра, если не передумаю, то возьму вот этого. Или же обычного Воронова. Так, ну давайте теперь посмотрим анимацию. Я ее хочу лично посмотреть на вот этом красавце. Но вначале давайте все-таки глянем на Гриву. Грива. Грива у нас есть обычная вот такая вот длинная. Хвост распущен, челка на бок. Да, о боже, ребят, стоящая Грива у Шайров. Короткая стрижка. Ничего себе, я не думала, что она будет у Шайров, но прям конь Геркулесый какой-то, я не знаю. Или как там в мифологии греческой назывался. В греческой? Нет, не в греческой. Скандинавской? Был шести? Шестиногий конь? Или сколько? Я что-то забыла. Сколько ног? Был такой мифический. Ну, бритый под ноль. Тоже присутствует. Ну, кстати, так ничего, симпатично. На нем это очень хорошо выглядит. Шишечки. Да, на шишечке у нас меняется хвост, и на нем появляется вот такая плетеная косичка-колосок. На шишечке тоже симпатно смотрится. Ой, сколько причесок, мамочки! Кошмар. Ну, в хорошем плане. Так, косички. Косички, да, косичка на хвосте. Косички с одной стороны шеи и на челочке. Корешечка. Специальная, своя личная, детализированная. Ой, смотрите, корешечка с челочкой на бок. Это так необычно. То есть, даже если она корешка, она на бок идет. Как будто только-только постригли, и она еще не приняла нужную форму. Очень мило. Так, теперь у нас причесочки с аксессуарами. Для чего? Как бы это назвать? В общем, когда их запрягают на показ, таких красивые. Вот это тоже у нас есть. Вот только телег у нас нету, к сожалению. Потом есть вот такая прическа. Она отличается от первой тем, что у нее грива посередине челочкой идет. И, по-моему... Сейчас надо посмотреть. Здесь челочка на бок была. Ой, я случайно нажала. Да, и получается она более темная и волнистая. Да? Да. Да, да, да. Вот сейчас вот. Пуньк. Да, видите, она как будто в маленькую кучерашку такую. Дальше у нас обычная базовая грива, но с бородочкой. И точно так же у нас несколько причесок. Это вот с украшениями. Потом... С косичкой. А, тут была прическа с косичкой. А, да, вот это. А, косичка. Все, поняла. В чем разница? Тоже с бородочкой. И вот это с бородочкой. Ну, если честно, мне почему-то Шару больше нравится без бородочки. Наверное, как-то так. Если бы я купила этого Шару, я бы оставила ему прическу такую, какую есть. А вот как выглядит светло-серый. Ну, пегасик. Прям не могу. Какой ты... Слушай, а я, кажется, знаю. А может быть, я тебя могу купить Эрике Мунлайт, который провел волшебство пегаса. Ты же все-таки такой пегас. Уааа. Ребята, это надо подумать. Я подумаю. Ладно, я подумаю. Я подумаю-подумаю. Так, все. Будем посмотреть прически. Теперь давайте глянем же у нас аллюры. Анимацию. Очень симпатичный шаг. Мне очень нравится, как покачивается шея. И крупы, как ножки, переставляются. Ооо, ребята, красивая выездковая рысь. Для тренировок в моем клубе я прям буду радоваться, если его будут взять. Это прям очень красивая рысь. Вы посмотрите со всех сторон. Дорогие мои соклубовцы, если вы смотрите это видео, пожалуйста, если вы купили шаера, просто придите как-нибудь на тренировку, которая будет после моего отпуска. Поумоляю. Так, манежный голубь у нас тоже очень красивый, достаточно легкий. Кстати, несмотря на то, что это крупная лошадь у нас, шаер, анимация у него достаточно легкая и воздушная. Ну, посмотрите. Ну, вот теперь я захотела светло-серого шаера с такой стрижечкой. Так, быстро. Вы посмотрите, как... У меня анимация, как будто у него действительно... Раз, два, три... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Восемь ног. Да, вот, как будто у него восемь ног. Особое движение. Ну, самая неинтересная анимация, это положение лежа-в положении сидя. Вот, кстати, если бы эта анимация была бы без вот этого положения сидя с вытянутыми ножками, мне бы она нравилась. Потому что можно было бы там сделать скрин, что лошадка спит на земле или лежит отдыхает. Вот я бы, кстати, хотела, чтобы на пробел можно было лечь. Лошадка бы ложилась, у кого есть эта анимация. И еще раз пробел, она бы вставала. Ну, слушайте, какая красота. И невозможно наглядеться. Да, так что вот у нас тут такие симпатяшки. Ну да, а вот, кстати, да, который я хотела, Шайр, который мне больше всего нравится. Он, видимо, продается в Форт Пинта. Давайте все-таки съездим туда и посмотрим. Кстати, не забываем, ребята, на следующей неделе 17 число. И у нас убирают старых пейнтхорсов, по-моему, если ничего не путаю. Поэтому, если вы еще их не купили, то, пожалуйста, бегите и покупайте. Ага. Ага. А-а-а, Форт Пинта продается, значит, базовый. Смотрите, базовый он еще и с короткой. А, ну это потому, что я ее такую сделала, да? Да, это, наверное, потому, что я ее такую сделала. В общем, да, у нас получается 6 мастей. Пока что доступных вроде бы в спойлерах была еще какая-то масть. Но ее пока что нет. Мы ждем ее в приложении. Спустя, наверное, недельку, может быть, две, наверное, добавят ее. И, вроде бы, по обновлению это все. Летний праздник у нас уже закончился. Если вы так же, как и я, успели получить серенького котика, я очень за вас рада. Если вы успели путем двух скачек, дающих по 400 опыта, прокачать себе много лошадок, я тоже очень за вас рада. На этой неделе, кстати, нам добавили еще один предмет в магазин для лайфников. Это сумка. Показывать я вам ее не буду, потому что она мне не нужна. Ну, в общем, это из адмиралского комплекта, достаточно симпатичная. Если у вас сумок нет и вы имеете лайф, я советую побежать и взять. А так, к нам еще приехали, кстати, магические лошадки. Это у нас Ириня и Петра, магические каменные клейды сдали. Поэтому, если вы обожаете больших и каменных коней, и у вас есть скачек, советую побежать в сторону Морланда и, как всегда, купить их у Гарри Готланда, который Гарри Голдтут. Гарри Голдтута. Я не могу, мне прям тяжело это произносить, поэтому у меня это Гарри Готланд. Вот, также с ними приехали к нам питомцы. Они стоят по 400 СК. И все это будет у нас лошадки до 7 сентября. Они у нас будут, так что у нас с вами целый месяц, чтобы обзавестись каменными друзьями. Ну, а на следующей неделе нас ждет новая гонка на озере Вейлдал. Так что, на этом обновление закончилось. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки, пишите комментарии. Купили ли вы Шарра? Какие эмоции вы испытали при его покупке? И при его объездке мне будет очень интересно почитать. Ну, а на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. Ой, и удачных вам поездок на новеньких Шаррах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин